Итак, добрый вечер. Сегодня вторник. Наш вебинар по анализу текущей ситуации, фундаментальному анализу и не только. Если слышно, пожалуйста, поставьте плюсы. Наверняка слышно. Сейчас отключу чат. Да, вот чат. Максим пишет, что слышно. Отлично. Представлюсь я, Фред. Как обычно, сегодня мы будем обсуждать рынки, текущую ситуацию, новости, предыдущие недели. Следующие, текущие недели, возможно, следующие недели. Происходит на рынках, происходило и будет происходить. Собственно, вебинар организован в Admiral Markets, но вы знаете, потому что уже не раз на вас выходили много раз. Тут аудитория обычно сформировавшаяся. Я должен вас предупредить о рисках. Маржинальная торговля в любом ее виде лечет за собой риски, будь то CFD или торговля валютами. Ну и, наконец, контакты. Если что, обращайтесь именно по этим телефонам и имейлу. Ну, темы для вебинаров лучше писать мне. И по четвергам у нас проходят тематические вебинары. Я обязательно включу эти темы. Пока на мае у нас только одна тема была. Вот она будет послезавтра. Тема по макроэкономике европейских стран, Великобритании, ну, других стран, неамериканской. Потому что мы все время обсуждаем американскую статистику. Она, конечно же, важная. Она, наверное, самая важная и для всех рынков, и для американских в частности. Ну, вот была идея обсудить макроиндикаторы основные и других стран. На что обращать внимание, что важно, что не важно. Какие тренды, что происходит сейчас в экономиках Британии и стран еврозоны. Вкратце, конечно же, тема очень широкая. Мы обсудим это в четверг. А все остальные недели мая, четверги мая, свободно предлагайте свои идеи. Темы мы обязательно рассмотрим. Если, конечно, они касаются рынков. В любом виде, обучающие, познавательные или, наоборот, по какому-то конкретному инструменту. Итак, давайте перейдем к нашему календарю. Да, я покажу опять свой счет. Секундочку, я убежусь, что видно. Видна ли презентация? Нет, виден ли веб-сайт? Сейчас он загрузится. Конечно же, он опять у меня спросит, закачать ли мне какое-то приложение. Я уже его скачиваю в 10-й, наверное, раз. Нет, он даже не спрашивает. Вот, говорит, что установить плагин. Конечно же. Сейчас вылезет окно с установкой плагина. Буквально секунду я его установлю. Так, вроде что надо, проверка кому-то в завершении. Сейчас он что-то спросит. Надеюсь. Вот, ничего не спрашивает. А, вот, разрешить. И должно быть все видно буквально через пару секунд. Я не знаю, что с этим делать. Я все время скачиваю и ничего не происходит. Так, я показываю свой брокерский счет. Должно быть видно. Да, видно. Отлично. Вот, счет не сильно изменился. Хотя, помните, неделю назад до 120 доходило. Но это разово было в связи с ценами на нефть. Стоим там же, хотя нефть и вниз ушла. И вверх, я вам уже рассказывал, что от сильного падения цен на нефть я больше уже не зарабатываю. Потому что я продал футы 50-е. И они у меня отнимают 22 тысячи. Но счет в целом остался на месте. То есть сейчас бы было, если бы я не продал эти путы, сейчас бы было на 22 тысячи больше. Ну, вот так. Ну, посмотрим. Будет разворот, я их закрою. Будет разворот, я их оставлю. Они истекают буквально через неделю. Не будет, будем смотреть, что делать. В общем-то, не критично. Остались на месте. И это худшее, что может произойти в данной ситуации. Худшее, что уже произошло. Если, конечно, мы дальше не идем вниз очень сильно. А мы посмотрим, что будет. ОПЕК, надеюсь, будет нас радовать какими-то заявлениями. Кстати, давайте с нефти и начнем. Вполне вероятно, что по ОПЕК будут и открываю Метатрейдер. Вот, кстати, у Адмирал Маркетс. Одна из немногих компаний, брокеров, у кого есть и для МАКов приложение. Достаточно неплохое. Собственно, Метатрейдер для МАКа. Я не знаю, у других есть или нет, но вот у Адмирал Маркетс есть. Так, выключаю второй монитор и открываю на мониторе, чтобы вам было видно. Так, видно ли, видно ли. Где у нас Метатрейдер? Вот он. Показать все окна. Вот, только он куда-то уходит на другой экран. Вы видите Метатрейдер? Я вот его не вижу на своем экране. Сейчас попытаюсь еще раз. Давайте это все закроем. Закроем всякие там iTunes и все такое, чтобы у нас не было лишних окон. Сайт хорошо сейчас будет. Минуточку терпения. Закроем брокера другого. И останется несколько окон. И закроем даже Skype. Скай. И посмотрим, куда делся наш Метатрейдер. Параметры. Оставить. Сейчас, секундочку. Все, рабочие столы. Этот рабочий стол. Вот он должен сейчас появиться вроде. Давайте по другому пути пойдем и включим его вот так. Давайте завершить сделаем и снова откроем. У нас сейчас появится. Собственно, я хотел вам показать нефть. Тут у нас Apple. Давайте откроем. Надеюсь, сейчас видно. Я включаю вот так. Да, видно. Поставьте плюс, если видно. Да, отлично. А, сайт по-прежнему. Нет, это старое сообщение было. Да, видно. Давайте откроем нефть. Вот у нас WTI. Начнем с weekly, потому что очень были сильные изменения. Когда происходят сильные изменения, я ухожу на старший таймфрейм, чтобы посмотреть, как они вывели цену из себя, на какие уровни, что произошло. Вот я сейчас вижу, что цена дошла, чуть не дошла до нижней поддержки, развернулась достаточно сильно. Ну, видимо, не готов пока WTI и вообще нефть уходить так быстро вниз, потому что на носу ОПЕК. Кто знает, что они придумали. Сейчас мы линию поставим. Вот этот уровень, он где-то, наверное, 43, да, близко к 43. Вот, не смогли его пробить. Кстати, голова и плечи тут прорисовываются, если вы заметили. Это очень сильная фигура, особенно на weekly. Два плеча, голова. Вот второе плечо, может быть, сейчас еще третье плечо будет. Вот еще четвертое плечо будет. И потом, возможно, мы пробьем линию шеи или тим вниз. И не обязательно плечам отталкиваться от линии шеи, которая горизонтальна. Не обязательно ей быть горизонтальной. Она может быть немножечко кривой. То есть мы уйдем еще раз куда-то вверх. Вот в это я не верю, конечно. Сценарий ухода куда-нибудь вверх. Без сильных решений, серьезных решений ОПЕК. Я не верю. Конечно, моя позиция, как говорят, позиция давит. Моя позиция заставляет меня быть быком. Буквально неделю, чтобы нефть откатила вверх. ОПЕК там что-то сказал. Хотя настроилась не под этот расчет. Просто продал футы, думая, заработать больше. Но больше не заработал. Все осталось так же, как и было. Так вот, это не значит, что мы не должны на вещи смотреть реально. Несмотря на то, что я жду роста до 50. Идеальная цена вообще 50.00 для меня. В течение недели. Но уход туда куда-нибудь на 52, на 55 я не верю. Это возможно только тогда, когда ОПЕК синхронно вместе с Россией, с другими странами, которые добывают нефть, но не входит в ОПЕК. Начинает предпринимать какие-то экстра шаги. Что такое экстра шаги? Ну, еще миллион с рынка уберут, например, если такое будет. Это маловероятно, потому что в прошлый раз еле-еле договорились. Такое не ожидается. Хотя вчера Блумберг говорил, что Россия и Саудовская Аравия уже подают сигналы продления вот этих квот, сниженных квот до 2018. Точнее не до, а было написано into. Куда-то в 2018 уходят. Ну, недоговоренности, они подают сигналы, что могут вплоть до 2018 и больше держать эти квоты. То есть еще полгода. Они в прошлый раз были приняты 30 ноября. Вообще 10 декабря собрался неопековский группа стран неопековская. Так что еще на полгода минимум. Но это не спасает рынок, потому что все в цене. С рынка ушло миллион 800 тысяч баррелей в день. И просто эти объемы не вернутся. Они также будут отсутствовать. Для быков есть тоже хорошая новость. Она заключается в том, что некоторые аналитики утверждают, что мы почувствуем дефицит реальной нефти на рынке уже ближе к лету. А то, что они сокращали квоты, во-первых, не до конца сократили. Где-то у меня лежал график. Вот сейчас не найду. Где было черным по белому показано, что... Давайте-ка я найду все-таки его. Он у меня был на MarketWatch. На MarketWatch был график от Market... Так, найду ли я сейчас его? MarketWatch. Да, вот он Goldman Sachs. Сейчас переключу вам на экран браузера. Так вот, Goldman Sachs утверждает, что... Вот видите, он пишет, что нефтяные цены могут... В общем-то, капитулировать. Точнее, это не Goldman Sachs пишет, а блогер на сайте MarketWatch. Тут их много. Но он цитирует Goldman Sachs. И вот здесь был график. Надеюсь, видите. Напишите, если видно еще раз. Потому что у меня какой-то уже комплекс, что ничего не видно. А, нет, я переключил. Я переключил. Сейчас должен быть включен... Вот Goldman Sachs. Или вот так вот делаем. Да, отлично. Сайт точнее, где видно. Вот он график. Посмотрите, вот темно-синее, это сокращение 12 стран. Давайте посмотрим, насколько они сократили. Вот было 9,2 до ОПЕК. Вот ноябрь, 16 ноября, это до совещания. На пике была добыча. Это, кстати, очень важно. Они, видите, с мая начали добывать, добывать, добывать. Довели добычу до пиков. А потом сократили квоту. Так я тоже так могу. В общем-то, ничего с рынка не ушло. С рынка ушло только то, что они нарастили с июня. С мая, с июня. Ну, давайте посчитаем. 9,2. Насколько должно было быть сокращение? Кто-нибудь может проверить, сколько стран входит в ОПЕК? Давайте я прямо на сайте проверю. ОПЕК.орг, потому что я не помню, 12 или больше. Вот, кстати, 25 мая будет у них заседание. Я, по-моему, писал где-то. Нет, не в аналитике это было. Ну, давайте посмотрим, сколько их стран. То есть, это вот Mission Break History, наверное, вот здесь. И посмотрим, сколько здесь стран. Ну, вот не написано. Кто-нибудь знает, сколько. А, вот здесь флаги у них, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, ровно 12 стран. То есть, мы увидели на графике только то, что ОПЕК сократил. Значит, надо отнимать минус 1,2. Минус 1,2. 8 миллионов должно быть. Видите, 8,6. То есть, они еще не досократили. Вот простым логическим методом, используя какие-то понятия, общие знания, мы вычислили, насколько в апреле, это свежие цифры, вот, и IA, да, институт показывает. Сейчас убежит, что все видно. Что все видно, да. Насколько ОПЕК достиг тех уровней, которые обещал. Пока не достиг, потому что было 9,2. Только ОПЕКовский объем. Мы даже не берем те 600 тысяч, которые добавляет Россия, там, Казахстан, Азербайджан и так далее. Мы берем только миллион двести. Было 9,2. Должно было остаться восемь. Вот видите, миллионов баррелей в день. А мы видим, что в апреле, вот сейчас май, только начался 8,6. И за последний месяц, за два месяца они не сильно-то сократили. Вот сейчас сокращение пришлось на начало года, на январь, и дальше медленно шло сокращение. То есть, они не... Соглашения они не соблюдают до конца. Но это нормально, рынок на это смотрит нормально, потому что ОПЕК никогда не отличался сильно дисциплиной. Так вот, что мы имеем? Я резюмирую. Во-первых... О, 160 комментариев. Видите, как бурно обсуждают это на MarketWatch. Во-первых, мы имеем то, что сокращение не прошло до конца, а уже следующее заседание. Во-вторых, мы имеем то, что даже если оно прошло, оно всего лишь вернуло то, что было наращено с июня, с мая. И, наконец, третье, посмотрите вот эту голубую линию. US Oil Production. Добыча со стороны США. 8,6, 9,2. Один в один то, что сократил ОПЕК, нам на рынок принес сланцевый нефтяник американский. Один в один. С тех же уровней поднялся, чуть раньше начала добыча расти. Куда упал ОПЕК, оттуда же ровно US Oil Production вырос до 9,2. То есть, я так понимаю, от этого объема, от этих 1,2 миллиона баррелей в день, 1 миллион 200 тысяч, толку ровным счетом не должно быть никакого. Вот логика, анализ простой, без всяких глубинных изучений, нам подсказывает, что должно быть именно так. Что на самом деле будет, мы не знаем. Потому что рынки, они ведь торгуют еще и эмоции, какие-то геополитические. Вот последний разворот на рынке нефти, он ведь случился вовсе не из-за того, сейчас я проверю, видно ли, вовсе не из-за того, что с объемами что-то происходило. Он случился исключительно по той причине, что на рынке был страх по поводу геополитики, был страх по поводу и Северной Кореи, и Сирию бомбили. Неожиданно так получилось, что в течение каких-то... Хотя, может быть, многие ожидали, но я не диванный аналитик. Для меня было немножко неожиданно, что американцы сделали то, что сделали, и вот так быстро все это реализовалось. И этот страх вызвал разворот, давайте дейли включим, разворот нефти, куда доходило, до 54 практически, и оттуда мы свалились. То есть, если бы не геополитические, всякая военная премия, так скажем, Северной Кореи, Сирия и Северная Корея, мы бы, наверное, уже отсюда бы падали, и там до 40 бы свалились. Ну вот, немножко продержались. Так что по-прежнему я на рынке медведь, на рынке нефти, и вам желаю того, правда, уровней. Нужно ли входить прямо с этих уровней? Наверное, нет. Наверное, мне бы было страшно, если бы я сейчас входил бы в рынок, потому что почему есть ОПЕК, мало ли что они скажут, мало ли как рынок отреагирует на их действия, слова, какие-то вербальные, даже назовем это интервенциями на рынке, мы не знаем. Так, Андрей спрашивает, получается, если не увеличится объем на сокращение, то выше 50 можно не ждать? Да, мне кажется, что выше 50, ну как 50, давайте еще 2-3 доллара прибавим. Выше 55 уж я бы точно не ждал. Слово точно я употребил только с точки зрения своих позиций. На рынке нет понятия точно. Вот если я раньше говорил, что 100 – это история, то сейчас можно отодвинуть долларов на 30, 70 – это уже история. Все нефтяные страны должны со слезами на глазах вспоминать те даже недалекие времена, когда цена была 60-70, потому что ситуация нам подсказывает, что не должно этого быть повторно. Другое дело, что сланцевая нефть тоже, видимо, не резиновая. Я не владею ситуацией, насколько запасы большие, насколько они извлекаемые, но пока все, что делает ОПЕК, вот здесь, в краткосрочном смысле, то, что делает ОПЕК, компенсирует Штаты. Это еще без Канады я смотрел. Более того, и ОПЕК-то не делает ничего особенного. Наращивает, а потом сокращает. Рынок почему-то на это клюет. Хотя, когда это было? Осенью, наверное, было. На вебинаре мы говорили, что ОПЕК сейчас находится на пике своей добычи. В начале, по-моему, осени это было. Просто кульминация, максимум, 33,5 или 4 миллиона варрелей в день добывает. Такого большого объема не было давно. Никогда, не то чтобы давно, никогда ОПЕК столько не добывал, сколько он добывал перед заседанием в конце ноября. То есть страны, зная, что будет заседание, скорее всего придется сократить квоты. Быстренько начали наращивать добычу. Дошли до какой-то точки. То есть они обманывают себя, получается. Рынок им удалось обмануть немного. Как говорят, можно одного человека обмануть долго и всех, но недолго. Вот рынок они обманули недолго. Нарастили добычу. Очень странно, что рынок это видел, знал, но пошел, повелся. Развели его. И мне пришлось целых полгода ждать, пока их наконец-то развернется. Хорошо, хоть стопы не ставил. Я вот все эти три месяца покажу, где это было. Ну, помнят люди, которые были на вебинарах. А все эти три месяца... Так, опять что ли, не видно. Так, вот у нас вебинар, а вот... Да, даже больше, может быть, чем три. Вот весь этот флэт, когда нервно рынок пытался уйти вверх, не мог. Какое? С ноября началось, да, с ноября началось. После ОПЕК держался. Мне казалось, что не должен был рынок так сильно отреагивать. Потому что вроде кажется, что это не сильно, но подумаешь, 43, 53, 10 долларов. Но, на мой взгляд, даже это много. А вот вам и сила ОПЕК. Все, что они могли сделать, это обмануть рынок. В том смысле, что сначала нарастить добычу, потом всем сказать, что мы сокращаем. И все это знали. Обмана такого не было. Информация публичная, она открытая. И рынок на это клюнул всего на 10 долларов. Мне кажется, даже это много. Итак, что мы можем увидеть? Мы технически можем увидеть голову и плечи. Тренд угасает. Даже вот этот вот разворот краткосочного тренда. Посмотрите, как от низов мы сильно росли. Сланцевую экономику они немножечко, так сказать, ослабили. Вот здесь количество буровых равнялось 316. Знаете, сколько сейчас буровых? Кто следит за статистикой? Давайте посмотрим, сколько у нас буровых. Ну, я-то смотрел, их больше 700. Да, 703, по-моему, было в последний раз. Вот, открываем этот сайт. Еще раз переключу. Переключу на сайт. Открываем этот сайт. Нажимаем North America. Recount. Количество вышек. И видим, 703 вышки. Сейчас в Америке на 6 увеличились на прошлой неделе. И 2 газовые вышки. А вот год назад было 328. Скоро, вот через неделю эта цифра будет 316. Это был минимум, или 315 минимум. Ну, 328 тоже близко к минимуму. Ну, то есть сокращение до самого дна пришлось на конец мая, может быть, начало июня. И оттуда уже слонцевики снова начали наращивать количество своих буровых. Так что, что я жду? Ходить сейчас в шорт, конечно, страшно. Идеально, если у вас руки не чешутся. Если не хочется прям обязательно войти в нефть и поймать сильный уход вниз. Ну, никто не говорит, что он будет. Так, кстати, технически я еще одну вещь хотел показать. Да, я закончу мыслю. Если все-таки у вас есть терпение подождать, я бы подождал вот этих нервов от ОПЕК, если, конечно, будет какой-то разворот вверх, и зашел бы где-нибудь наверху. Ну, у кого сколько хватит до ближайшего стоп-лосса депозита. Лучше зайти очень маленьким объемом, быть правым на рынке, удовлетворить свое эго, немного заработать, чем заходить большим сайзом и потом жалеть. А вот смотрите, тут еще один такой каналчик, который мы пробили, очень резво пробили, быстро так вот ушло. Вот здесь было минус 5% и вчера на ночных торгах был пробой очень сильный. Собственно, иногда цены на нефть на сильном понижении, вот это понижение само уже служит важным фактором. То есть не смотрят трейдеры и аналитики на объемы, на запасы. Они видят падение цен на нефть, и уже это падение говорит им о том, что на рынке очень много медведей, и как самостоятельный фактор он оказывает дополнительное, ну, как у Сороса, теория рефлексивности, по-моему, это называют. То есть изменение цены давит на цену снова, и она меняется уже с учетом новой цены. Вот. Так что, да, так что у нас был хорошенький пробой, такого клина. Обычно это заканчивается уходом, ну, не знаю, таких-то уровней, что-то вроде 40. Ну, пока подождем, что сделает ОПЕК. Возможно, рынок будет присматриваться, рисковать никто сильно не будет. Но если рынок разочаруется, ОПЕК ничего не сделает, и не дай бог не продлит квоты. Ну, в это я не верю. Не продлить квоты – это уже подписать себе смертный приговор и увидеть цены на уровне 35-34 однозначно. Продлить-то продлить, но даже это на рынок не должно сильно повлиять, потому что это запоздалый шаг, это всего лишь догонка сланцевой экономики американской. И мне кажется, сейчас сланцевая нефть будет выходить на передовую, потому что с ОПЕКом все ясно. После заседания ОПЕК в следующий раз мы увидим то, что они примут решение. Следующее решение будет уже, наверное, в ноябре-декабре, потому что раз в полгода они собираются. Конечно, иногда бывают неочередные заседания, но пока они не создают неочередные заседания, ждать придется целых полгода. Ну и остается смотреть вот сюда, что у нас на том берегу, в новой экономике, в новом свете, в США, что делают сланцевики, наращивают ли они дальше. Потому что вот эта цифра, она практически без разворота росла. Вот она росла в неделю от 2-х вышек до 18-ти. Стабильно в среднем по 5-6 вышек наращивалось. А вот теперь цены немножко развернулись, возможно, прирост будет слабовый. И цены, возможно, найдут свой баланс где-то там, по-моему, 40. Но никто не знает. Так что ждем. Заходить в сел страшно. Лучше уж вместо этого дождаться и поймать какой-то всплеск наверху. Мне кажется, что-то может быть. Какие-то нервы, заявления всяких министров нефти, энергетики, стран добывающих нефт. Хочется верить, что мы уйдем выше 50 или в район 50. И оттуда можно будет зашартить тем, кто не шартил. А мне спокойно выйти из своих опционов. Окей, давайте вернемся к метатрейдеру. Что еще у нас было? На неделе Apple побил новый рекорд. Вот впервые какая-либо компания достигла капитализации 800 миллиардов долларов. Впервые в истории. Ни одна компания еще не перешагивала за этот барьер, за этот лимит. И, в общем-то, ничего удивительного в этом нет. Кому, если не Apple, достигать этих рекордов? Компания до недавних пор была достаточно недооцененной. Мы уже много раз обсуждали P-Ratio, всякие мультипликаторы. И они были достаточно интересными. 13 когда-то было P-Ratio по Apple, то есть соотношение цены к прибыли компании. Сейчас уже 18. Тоже немного, но, извините, Apple только за полгода вырос на 40%. Вот за полгода Apple прибавил 40%. Так что делать уже нечего, наверное, заходить в Buy страшно. Шортить такую компанию, наверное, тоже не следует. И так же себя ведет Tesla, только в отличие от Apple, у Tesla пока нет прибыли. И Tesla торгуется только как хорошая идея, которая может со временем захватить мир, так скажем. Не то чтобы P-Ratio, у них даже нет просто банально прибыли, одни убытки. И это, наверное, нормально для такой компании, в такой индустрии. Другие автоостроительные компании по 50, а то и 100 лет, они тоже не с первого дня вышли в прибыль. А тут очень емкое производство. Куча заказов. И остается только вкладывать и вкладывать, пока не видя прибыли. Я где-то на форуме читал, человек размещал пост про Tesla, и ему люди отвечали, что ваша Tesla – это развод, Илон Маск – жулик, потому что все его проекты убыточные, он собирает с инвесторов деньги и не приносит прибыль. Смешно, конечно, что люди действительно так считают. Я не знаю, что это за бизнес, который приносит сразу. Уж тем более такой наукоемкий, и уж тем более такой амбициозный, как у Илона Маска. Так что это вполне нормально. Просто инвесторам может какое-то время надоесть, и они сделают небольшую коррекцию. Кстати, посмотрите, что делают сейчас инвесторы. Как вы думаете, много ли шортов? Андрей, я тоже верю в Tesla. Вопрос цены акции. Но мы не знаем, 315 дорого или нет. А вот обратите внимание на шорт. А, вот у меня открыто уже. Видно, да, надеюсь. Сейчас отключу, посмотрю, видите вы или нет. Ой, Тинькофф, знаете. Тинькофф это смесь Чичваркина, Дональда Трампа и еще нескольких людей. И в хорошем и в плохом смысле. Молодец, конечно, кучу бизнесов создал, продал. Но называть Маска жуликом это или пиар себе делать, или пытаться быть оригинальным. Я не понимаю, как можно Маска назвать. Он уже меняет историю, а люди его жуликом называют. Скромный парень, в общем-то, все отдал. Даже брак потерял из-за компании. Причем не одна компания. У него и космос, и автомобили, и солнечная энергетика. Так что это даже уже не смешно. Тинькофф это Тинькофф. Давно я не смотрю его. Потому что, ну, второй Дональд Трамп в худшем его. Так, секунду, что я хотел сделать. А я хотел показать вам, насколько Тесла в шортах. 26 процентов, обратите внимание на эту цифру. 26 процентов акций Тесла взяты в долг у брокера и зашорчены. Это означает, что на рынке уже медведей полным-полно. Я не исключаю, что вот этот рост, это своего рода шорт-сквиз, шорт-окрыл, так называемый. Выносят медведей с рынка. Они, ну, их шорты закрываются. Многие с плечом, наверное, торгуют. Мажин-колы и так далее. Недавно, точнее, вчера по Блумбергу была новость, что известный хедж-фонд-менеджер, ну, такой достаточно, как серьезный, такой тоже молодой, амбициозный, но не Карл Айкон, да, не икона стиля, не Уоррен Баффет, хотя у Уоррена Баффета не хедж-фонд, у него такой серьезный фонд, а Дэвид Эйнхорн, да, такой еврейский мальчик, который любит иногда зарабатывать, так вот, эпатажно, роняя акции вниз, встает в шорт. Например, он Гербалайф уронил очень сильно. Если откроете график, увидите акции Гербалайф в 2013 году, очень сильно упали, только потому, что он на пресс-конференции задал вопрос главе Гербалайф, ну, conference call, то, что называется, после отчетности выходит, и те замешкались с ответом, не дали точного ответа, и он дал ответ, в общем-то, цифры были не в пользу компании, и все поняли, что Дэвид Эйнхорн шортит, и рынки рухнули, Гербалайф акции, полно, 20% за один день. Так вот, Дэвид Эйнхорн тоже стоит на понижении Теслы. И, наверное, теряет на этом, потому что вот сейчас она близка к максимуму. Если он не вчера, не сегодня зашел в шорт, а он не сегодня зашел, то, скорее всего, он несет какие-то убытки. Ну, то есть, это нормально. На рынке очень много сейчас шортов, 26%, и если бумага будет идти вверх, то их будут просто закрывать принудительно, потому что у части из них leverage, у части из них margin call будут, ну, или стоп-лоссы банально. И вообще, сейчас, наверное, зашортить эту бумагу будет сложно. Но речь идет о бумаге классической акции, не о CFD. Вы в метатрейдере можете шортить любую бумагу, любую CFD, потому что это не акция, и ее на рынке не берут у кого-то. Это дериватив, это инструмент, ну, если хотите, суррогат. Так что нет таких проблем. В бумагах, в акциях часто такое бывает. Хочешь зашортить, нажимаешь sell, выходит сообщение, что hard to borrow, или сложно эту бумагу занять на рынке у кого-то. И что такое шорт, да, если кто не знает? Шорт – это когда ты берешь бумагу в долг у какого-то, ну, у своего брокера, а он забирает у какого-то клиента, дает тебе, ты играешь на понижение, ждешь, пока она упадет, чтобы вернуть ее обратно. То есть ты задолжал брокеру бумаги, а он взял у своего клиента. Так вот, когда все уже взяли в долг у других клиентов этого брокера, брокер один взял, другим дал, следующему клиенту не хватает. И он хочет у кого-то взять в долг, зашортить, а потом выкупить, и ему брокер говорит, что извини, ну, все уже, нет на рынке бумаг, мне не у кого взять и дать тебе. Конечно же, я у тебя возьму залог, ты отвечаешь этими деньгами за любое движение против тебя, если что, я выкуплю эти акции, положу в портфель тому клиенту, у кого временно взял, он все равно держит, да, но уже нет ни у кого. Очень сложно рынке эту бумагу достать и зашортить. Особенно у мелких брокеров такие было, ну, не мелких, средних и мелких. Вот у меня Option Express есть брокер, у них такие проблемы часто бывают, и интеракции в брокерстве, у них никогда такого не было, чтобы было хардобору. Один раз они не закрыли принудительно, потому что действительно было сильное движение, и, наверное, клиенты попросили вернуть бумаги, захотели закрыть. Так, на CFD такого не бывает, так что можно и шортить, и покупать в любое время с плечом. И вот я недавно узнал, вот общался с адмиралом, с ребятами, недавно узнал, что давным-давно уже на CFD плечо не 1 к 10, и даже не 1 к 20, а плечи могут быть даже очень-очень большие. Знаете, что это значит? Это значит, что вы можете купить бумаги, имея в 100 раз меньше, ну, до 100, даже до 500, может быть, не уверен насчет 500, в 100 раз меньше суммы. До сих пор какая была проблема? Чтобы купить Амазон, акции, например, Амазон, то нужно было иметь, сейчас, нужно было иметь депозит, значит, Амазон стоит 900 долларов, да, нужно было иметь депозит, депозит, если 1 к 10, 90 и 1 лот 100 акций, 9 тысяч. То есть меньше, чем 9 тысяч, если у клиента лежит на балансе, он не мог бы купить минимальный объем. А теперь мало того, плечи увеличили, так еще и сократили объем. Теперь можно даже одну акцию покупать, не вот сотку целую, да, лот, как раньше было, а одну акцию. Так что можно диверсифицировать в портфеле, собирать по одной, по две бумаги, даже для мелких счетов. Поверьте, это куда интереснее, чем то, что большинство людей делают на фунте, на евро. Тем более рынки растут куда стабильнее, чем это делают валюты. Кстати, о валютах. Давайте перейдем к валютам. Я заметил, что на евро неплохо вырисовывается каналчик. Обратите внимание, мы рисовали это уже несколько раз. Мне кажется, идеально сейчас в евро ходят. Заседание... Последнее заседание ЕЦБ не смогло ничего принести. Видно, да? Владимир пишет, что да, CFD на европейский осталось десятое плечо. Вот, к сожалению, я не знаю, насколько на европейский. Наверное, вы заметили. Сейчас я включу, будет видно. Наверное, да, так и есть. Вы правы. Ну, я сообщу им, кстати, да. А то мне они говорили, что все, у нас плечи уже большие, у нас лоты... Да, кстати, смотрите. Мне кажется, что... Я это уточню, конечно же, для следующего раза вам сообщу, что плечо теперь, оно зависит в целом от всей позиции портфеля. Оно не определенное на каждый инструмент. То есть, вот, зайдите, почитайте. Сейчас у них новые спецификации. На сайте все написано, как это все рассчитывает. Это чуть сложнее, но это сделано для мелких счетов. Им удобнее теперь. Они могут чуть больше плечи брать, если им надо. Что касается лота, не знаю насчет европейских. Мне кажется, везде можно по одной бумаге купить. Насчет плеч уточню. Итак, по евро у нас, как вы заметили, очень хорошая картинка вырисовывается. Мы коснулись верхней границы, ровно от нее отскочили. Марио Драги не смог внушить никакой уверенности рынкам, что будет в каком-то отдаленном или ближайшем будущем повышение ставки. ФРС тоже пока медлит. Но у ФРС хотя бы есть на руках какие-то уже цифры, какие-то уже драйверы. Это нон-фармы, вышедшие очень неплохими, 211 тысяч было. С такими нон-фармами уже смело можно идти на повышение ставки в будущем. Хотя рынки пока что видят одно повышение ставки где-то летом и второе повышение к концу года. Вот такой у нас пока разброс сил. Для того, чтобы соотношение изменилось, нужны еще драйвера. Не знаю даже, что может послужить. Рост фондового рынка уже, наверное, иссякает. В общем-то мы увидели максимумы и каждый раз побиваем какие-то новые, но не сильно. Макро неплохо растет. Я даже не представляю, что может дать новый драйвер, что может быть новым драйвером для ФРС, чтобы он поднял ставку более резво, более быстро. Пока этого не будет, можно торговать вот в этом канале. Очень неплохо прорисовался канал. Это weekly, нет, это daily, кстати, это daily, не weekly. Было бы weekly, было бы еще лучше. Внутри канала на пробитии, где-то там на развороте можно еще раз шортить и уходить вниз на касание. Или на пробой верхней линии уже докупать со стоп-лоссами. То есть у нас есть тропинка, у нас есть схема, где курс пара может двигаться. Я почему намекнул про драйверы на рынке? В отсутствии каких-либо сильных событий, обстоятельств, заседание ЕЦБ у нас еще не скоро будет, оно совсем недавно было, и ФРС не скоро будет, по-моему, 14 июня. Ну да, не скоро. И ФРС не скоро будет заседать. Так что в отсутствии каких-то сильных возможных драйверов на рынке, можно внутри этого канала, по крайней мере, пытаться что-либо делать. До касания нижнего канала, до 1.007 с чем-то. А, ну тут всего 100 пунктов осталось. Немного на самом деле. Я-то думал, 200-300 пунктов минимум можно взять. Где у нас пересечение сейчас? Давайте посмотрим, сколько у нас осталось до... Где же эта штучка? Фейбас. Ну и ладно, пускай будет... Пускай будет лайнс. Где-то вот здесь 1.07.30 и сейчас 1.00... 150 пунктов прокатиться вниз или на пробое, и уже на часовой надо смотреть, или на легком развороте вверх зайти удачно со стоп-лосом чуть выше, и наоборот, уйдя вниз, поставить стоп-лос ниже линии и ожидать разворота. Все-таки мне кажется, что рано или поздно Марио Драги даст нам какой-то намек. Марио Драги нам рано или поздно скажет, что ставки будем повышать, деваться и еврозоне тоже некуда. Банк Англии повышает... Не повышает пока. Банк Англии намерен повышать ставку на голосование, это видно. ФРС уже полтора года на повышении стоит в сторону повышения. Третье было повышение. И ЕЦБ тоже деваться некуда. Ну, конечно, вы скажете, вон Банк Японии уже столько лет, не то чтобы повысить, а понижает. Это да, но учтите, в еврозоне инфляция не такая, как в Японии, там даже дефляция была. И в еврозоне ситуация немножко другая. Мы видели по Испании первые цветочки 3% была инфляция. Вот сейчас, так сказать, в Эстонии 3,2%. Хоть и маленькая, конечно, экономика, но все же чем-то тоже показатель. Что еще было? По-моему, в Германии, не помню, 3 цифра выходили 2,8, что-то, 2,7. Ну, так потихоньку инфляция начинает поднимать голову. Год-два назад она была около нуля, а сейчас она уже далеко не ноль и очень даже неплохая, выше 2. Так что вот в тот момент, это очень будет интересный момент, когда Марио Драги даст намек, вот в тот момент произойдет разворот в сторону падения доллара и укрепления евро. При прочих равных. При прочих равных это означает, что если ФРС будет медленно следовать вот тому распорядку 2 повышения до конца года. Вот такая схема, скажем, такая схема на ставках. Ждем, когда объявит Марио Драги нам свой план, ну, как план, впервые намекнет о том, что бдительность, как Трише употреблял или какое-то другое слово, и перестанет беспокоиться по поводу экономического роста. И при этом ФРС должен оставаться спокойным. Вот при таком раскладе тот день, когда это произойдет, я думаю, евро покажет сильный рост, и мы можем увидеть точкой отчета будет именно тот день. Хотя евро уже достаточно вырос, нельзя сказать, что это будет какой-то новость. У рынки готовятся, видите, на новый максимум мы ушли. В Франции это всего лишь был повод, да, уже было в цене. Нечего было в понедельник уходить на новый максимум, потому что все понимали, кто победит. Но все же евро настраивается, покупок больше, чем продаж, и вот трейдеры настраиваются на то, что рано или поздно Марио Драги даст нам такой расклад событий. И при этом 1.04, да, было чуть ниже даже уходим, 1.03 и 1.10, почти 1.09 с чем-то. Это вот много 600 пунктов, евро на 600 пунктов выше, чем на минимумах своих в конце года. Так, что я еще хотел с вами... Фунт пока тупит, а ну и S&P вчера тоже показал маленький такой максимальный high, как говорят, максимум исторический. Ну и посмотрим, будет эта двойная вершина или не будет. Пока как-то даже не хочется об этом говорить. Объемы низкие, движения низкие, волатильность низкая. Что у нас еще осталось для обсуждения? Календарь я даже открывать не буду. Так, тут вопрос, дешевый евро и есть драйвер инфляции и рост экономики, зачем его повышать? Ну, тут спорный вопрос. Понимаете, еврозона, она неординарна. Вот если, так же как и Штаты, между прочим. Вот если для японской экономики дешевая иена это благо, для экспортных стран дешевая валюта это благо, то еврозона слишком разношерстна, чтобы на протяжении от Норвегии, это Норвегия не еврозона, от, ну, кого взять, от Северной страны, начиная с Бельгии, Германии, заканчивая Португалией, для всех было одинаково выгодно иметь дешевый евро. Германия экспортер, но он также импортер. Какая-нибудь другая страна вообще чуть ли не полностью импортер. Поэтому сложно сказать, какой уровень евро выгоден в целом еврозоне. Тут нужна все сбалансированная, грамотная политика, без шероховатости, чтобы евро хотя бы оставался в каких-то границах, не было перепадов сильных. Вот ЕЦБ должен стараться, чтобы происходило именно это. Хотя, конечно же, когда курс был 1,40 и выше, шли разговоры уже и с Францией, и с других стран, которые экспортно ориентированы, они говорили, что вот дорогой евро нам мешает. Так что не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Борьба с инфляцией ведется со стороны банков именно по трем инструментам. Это ставка, это операция на открытом рынке, на то, что ЛПРО, QE называется. И третий инструмент – норма резервирования банков. Если увеличивают эту норму, то в экономику уходит меньше денег, потому что банки вынуждены оставлять в центральном банке больше денег. Если уменьшают, наоборот, открывается кран, и на экономику уходит больше денег. Так, по газу ничего нет. Я уже предварительно посмотрел, о чем можно говорить сегодня. Более интересно, где есть движение. Газ, S&P скучно, фунт скучно. Да, фунт, кстати, скучно-то скучно, но в четверг у нас послезавтра будет заседание. Тут очень важно будет, по-моему, также протокол. В календаре я видел минутки. Тут очень важно смотреть по сопроводительному письму, по минуткам, что происходит, потому что Банк Англии уже в той ситуации, которую я описал по ЕЦБ. Тут желанную ситуацию, когда Марио Драги дает нам намек, и мы все входим в евро и зарабатываем. По Банку Англии уже это произошло. И кто помнит, тут хвастаться нечего, потому что мы все время обсуждаем. Я никаких прогнозов не даю, благо. Мы все время обсуждаем, но так получилось, что нам везет постоянно с угадыванием. Наше обсуждение, секундочку, я включу фунт, наше обсуждение почти всегда дают правильный тренд, правильное направление. Если вы помните, я говорил, что фунт старается, намерен, или вынужден будет рано или поздно пробить вот этот вот нисходящий треугольник, который вырисовывался после Брекзита, когда от минимумов стали все меньше и меньше уходить туда, и максимумы стали сужаться в треугольнике. Я говорил, что инфляция и поведение Банка Англии, скорее всего, будет способствовать тому, что мы пробьем этот треугольник именно вверх. Не помню, где я это говорил, но сильно задолго до пробития. Действительно, так и произошло. Выборы во Франции, или что это было, не помню. Да, выборы во Франции первый раз. Уход евро вверх и основных индексов спровоцировал уход фунта достаточно сильно на 500 фигур, на 500 пунктов точнее вверх. То есть фунт уже готов к этому сценарию. Фунт уже больше, чем евро, отыграл. Куда 1.21, куда 1.29, почти тысячи пунктов. Отыграл сценарий. Ну, наверное, еще не вечер. При поступлении бычих, или, как говорят, истребиных сигналов, фунт будет продолжать свой рост. Но, к сожалению, кто вошел, вошел. Не знаю, был ли кто-нибудь, кто после наших вебинаров стоял к покупке фунта. Не то, чтобы из-за наших вебинаров, а просто обратив на это внимание, или на пробой треугольника торговал. Не знаю, было ли нет. Я продал холл 1.40 по фунту. К сожалению, не было. Да, правильно, Дмитро. Вот точно. На речи Мэя это не выборы были. Было выступление Мэя. Она сказала, что мы распускаем парламент, и будут досрочные выборы. И стало ясно, что оппозиции будет уже не так легко бороться с постфактом, бороться с Брэкзитом. Им будет сложнее. То есть еврооптимистам они потеряли сразу несколько голосов, целый фронт борьбы, и уйдут в подполье. И новый парламент, скорее всего, будет уже работать над процедурой Брэкзита более комфортно. Точно, да. Спасибо. А то, я думал, вряд ли это были выборы Франции, а вроде ничего другого и не было. Окей. У нас уже подходит время к концу. Надеюсь, все обсудили вкратце. Поговорили обо всем и ни о чем. Самое главное, ведь для чего нужен фундаментальный анализ, это обращать внимание на тренды, обращать внимание на тенденции общие, настроения, на то, что называют сентиментом, на какие-то моменты входа, уметь их выжидать, понимать, что происходит на рынке. Вот, например, по нефти ситуация, как Баффет говорит, если вы не знаете, кто дурак, то это дурак. Мы давно уже говорим о том, что рынок как-то себя ведет иррационально. И моя личная идея шартов заключалась именно в этом, что я буду бороться с этой иррациональностью рынка, которая, на мой взгляд, сформировалась. Я, увидев цифры, факты, статистику, понимаю, что, наверное, рынок вырос на нервах, на эмоциях. И буду ждать, когда рынок успокоится. И вот действительно потребовалось, правда, ни день, ни два, ни неделя, ни месяц. Целых несколько месяцев рынок успокоился, пришел в себя. Такое бывает редко, чтобы рынок был неправ. Но, опять же, в каком смысле неправ? Если бы геополитическая ситуация еще больше усугубилась, конечно же, рынок был бы прав. Он просто понервничал, цены отросли, выяснилось, что нет, зря, и снова упал. Так что важно понимать, что происходит, какие у нас процессы, что может повлиять в будущем, что повлияло в прошлом. И надеюсь, что мы с этим справляемся, обсуждая каждый вторник текущую ситуацию. У меня, наверное, все. Жду вас в четверг. Будем в макро-статистику Европы, Еврозоны и UK, Великобритании обсуждать. Читайте аналитику на сайте Адмирал. Я уже редко пишу, потому что у нас появились другие видеоформаты. Точнее, один у нас видеоформат. Вот здесь в фундаментальном анализе. Вы можете, я сейчас скину ссылку, вы можете читать какие-то коротенькие обзоры по основным событиям, происходящим. И внизу у нас всегда, каждый понедельник, вот видео, ссылка, которая ведет на YouTube. Я вот сразу открою в YouTube. И вот здесь вы можете подписаться на канал. Если кто не подписан, то рекомендую. Это всего лишь подписка на канал. Вы просто будете в своем YouTube-аккаунте видеть... Ой, нет, я не то нажал. Сейчас я же на YouTube хотел скинуть. Сейчас. Подписаться. Поделиться. С недавних пор это видео о нескольких форматах. Ну, сразу передо мной. Так, оказывается. Академ. Академ. Поделиться. Календарь. Поделиться. И скидываю вам. Да, это те страны, которые достаточно интересны мне. Вот. То есть у вас открывается видео. И там есть кнопка красная подписаться. Подписывайтесь на этот канал. Будете осведомлены. Будете видеть все время новые видео. Там 2100 участников. Неплохо вроде. Сами смотрят, читают. Видео, наверное, лучше, чем писать большой еженедельный обзор. Читать все это. Включили на компьютере. Наушники надели. Сидите там 7 минут, 8 минут. Послушали все, что происходит. Все эти... Идеи. Календарь на неделю. Ну и все. И вы понимаете, чего ждать от этой недели. Не надо сидеть, разбирать календарь или читать текстовый формат. Мы больше будем делать такие обзоры, видеообзоры. Короткие. Яркие, наверное, надеюсь. У меня все. Всех с праздником. Хороших торгов. Успехов, успехов, удачи на рынках. Жду вас в четверг. Ну и, конечно же, каждый вторник. И предлагайте темы. В четверг особенно. Задание всем. Жду от вас новые темы. Новые интересные. Какие-то обзоры, тематики по вебинарам тематическим. Если вы не придумаете, конечно, я придумаю. Да, конечно, я все время оставляю свой скайп. Вот это скайп. И у кого есть инстаграм, подписывайтесь на инстаграм. Это инстаграм. Вот медведь. Собственно, чаще на рынке я именно шарчу. Вот поэтому и мишка. Ну, крупным медведем назвать сложно. Вот такой маленький троллежный мишка. Все, наверное.